А давайте поговорим еще о такой истории. Можно ли считать новыми угрозами для Украины заявления лидеров ультраправых партий Венгрии и Румынии о том, что их страны будут претендовать на западные части Украины в случае поражения войны с Российской Федерацией. В одном из своих стримов вы сказали, что такие заявления это спецоперация Путина. Давайте разберемся, где здесь Путин и как Украине реагировать на подобные заявления. Это была моя первая реакция, она была мягкая. Потом у меня получше нашлись слова. Дело в том, что мы пока это все не относим к венгерскому и румынскому народу, потому что в Венгрии за эту партию, которая сделала такое заявление, проголосовало на прошлых выборах 5,9% избирателей. 5,9%. За партию в Румынии, которая сделала такое заявление, на прошлых выборах проголосовало 9% избирателей. Но сейчас ее рейтинг 20%. Она вторая по популярности партии в Румынии. Значит, пока мы все-таки понимаем, что это 20% румынов и 5% венгров хотят оккупировать нашу территорию. Но для этих, вот именно для этих, не для тех румынских наших друзей, которые нам выделяют помощь и обучают сейчас наших летчиков, мы можем сказать, по-моему, главное, ну, только не дай бог наше правительство не должно это говорить. Мы с вами тало это скажем и никому больше не расскажем. Дело в том, что если вдруг, не дай бог, мы проиграем войну России, у нас по-прежнему будет самая сильная армия в Европе. У россиян самая сильная армия в Азии, а у нас в Европе. И нам же понадобится жизненное пространство. Понимаете? А у нас рядом что? Ну, вот Румыния, Венгрия. А чья армия сильнее? Они, по-моему, сказали, что они выйдут из НАТО ради того, чтобы забрать нашу территорию. А они забыли, что у нас полтора миллиона человек в армии, тысячи танков вообще-то у нас. Они нас уже, наверное, в 16 к этому времени обучат. Вообще-то у нас опыт военных действий такой, которого нет ни у кого больше в мире. Просто ни у кого вообще, ни у кого, у американцев нет такого опыта боевых действий, как у нашей армии. И что мы себе такой же кусок землинина, ну, если вдруг кто-то начнет, да? Мы же сами-то нет, но если вдруг такие желания есть, то мы же можем объяснить. Мы не можем повторить, но мы можем объяснить. Киссинджер перед смертью это понял. Вот он сначала говорил, что, когда он был молодой, ему было 99, он тогда написал, что надо, чтобы Украина отдала часть своей территории россиянам, там помирилась и так далее. А в НАТО ее брать не надо, это ужасно. А когда он был эстон, поумнел, наконец, мудрость приходит с годами. И написал, что надо срочно брать Украину в НАТО, потому что это самая сильная армия в Европе. Если не взять ее в НАТО, она просто завоюет Европу. Европу мы завоевывать не собираемся. Но вот сколько у вас 20% румынов хотят оккупировать нашу территорию? Ну, с вас 20%, значит, как бы, по-заимному этому самому. Чья армия сильнее, румынская или украинская? Венгерская или украинская? Ох, у меня нет сомнений. Да, сейчас по поводу украинской армии. В принципе, ни у кого в этом мире нет сомнений. Но откуда идут эти заявления? Зачем вообще об этом говорить? Потому что, нет, ну, слушайте, это демократические страны. В них есть партии, выборы и все, вот все, что мы понимаем. И вот эта партия, например, которая в Румынии, ее рейтинг вырос с 10 до 20% за последние, там, полтора-два года, по-моему. И у них выборы через год ровно. Почему бы ему не накапливать свой электорат, если у него есть электорат, который так считает? Это же все-таки политики, которые опираются на некоторое мнение. Там, когда я сказал, что Путин, и это исходит от Путина, от Путина исходит следующее. Нет, два, две вещи. Первое. Так как эти люди, вот в Венгрии, в Румынии, сделали заявление в один день, это обязано быть, управляться из некого одного центра. В один день это не случайно совпало. Значит, из России. Понятно. И второе. Россияне много раз посылали открытые, причем открытые, не закрытые сигналы, не тайные, вот всем этим нашим соседям, что что же вы мучаетесь, зачем вы помогаете Украине, вам надо прямо сейчас наступать на Украину. Они говорили, Польша, Польша, так наступайте, забирайте Львов прямо сейчас, мы будем не против. Вы прямо сейчас наступаете, забирайте. Они это много раз заявляли. Их политики официальные лица, официальные лица. Поэтому это прямое. И только Польша, заметьте, не повелась на все это. Ни слова такого не сказала. Друзья, ну а полную версию программы Аргументы смотрите по ссылке. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал Униан, вставить лайки нашим видео и оставлять свои комментарии под ними. Мы всегда их читаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok